В новогодние праздники свой родной город Омск посетил один из основателей сибирского международного марафона Дмитрий Ходько. И на этот раз он приехал с новой спортивной идеей и помог организовать часовой заплыв, который собрал в бассейне пингвин пловцов разных возрастов и категорий. Идея заплыва пришла мне. Я тренируюсь в канадском клубе ветеранов. У нас каждый год проходит 30-минутный заплыв по всей провинции Онтарио. Он приурочен компанией по спору средств на болезнодистическими заболеваниями. Но участвуют только ветераны. Мы собираемся примерно в таком же формате 30 минут без остановки. Кто проплывет больше. Но мы должны идти дальше от Канады. Соответственно, город Омск, город с большими традициями в плавании, это известно. И я, оказавшись здесь на праздновании Нового года, предложил провести уже 60 минут, то есть часовой проплыв. Но что самое важное, чтобы были разные категории участников. В таком более расширенном диапазоне, мне кажется, будет более интересно. И это только начало. На старт 60-минутной дистанции вышли ветераны плавания, паралимпийцы, воспитанники спортивных школ и даже представитель другого вида спорта – триатлона. Перед ними стояла задача преодолеть за отведенное время максимальное расстояние. Всего проверить свою выносливость решился 21 человек. Я был уверен, что я с дистанцией справлюсь. Для меня несколько необычно плавать в гидрокостюме, в бассейне, потому что обычно тренировки проходят внутри атлетов на открытой все-таки воде, именно в гидрокостюмах. Но в качестве пробы было интересно попробовать. Единственное, что, конечно, планировал до 3-х километров пройти. Но в первый раз, я думаю, неплохо. Будет от чего отталкиваться в следующем заплыве, который, думаю, может случиться. Каждый из участников выбирал свой стиль и темп, чтобы продержаться на воде на протяжении всей дистанции. В итоге с поставленной задачей справились все. По итогам часового заплыва у Дмитрия Ходько был третий показатель в самой старшей возрастной группе – 3 километра и 700 метров. Лидером же здесь стал мастер спорта Советского Союза, рекордсмен России среди ветеранов Роман Пономаренко с результатом 4 километра 275 метров. У паралимпийцев самое большое расстояние смог преодолеть Сергей Шарин, проплывший 3 километра 825 метров. Тенп держать самое главное. И плыть пораньше. Я хотел еще больше, но получилось так. У спортшкольников лучшие метры показали кандидаты в мастера спорта Екатерина Аксенова и Ярослав Шохерев. К слову, результат Ярослава 4 километра и 745 метров стал лучшим среди всех участников этого старта. Плыть час не каждый раз нам удается, поэтому я решил попробовать себя. Ну и мне понравилось. Это было сложно, но, так скажем, с верой себя и командами тренера я правильно разложился и показал для себя неплохой результат. Задача была такая. Первые 15 минут просто, так скажем, понять дистанцию, войти в режим. А вторые, получается, 15 минут увеличить темп и примерно понять, насколько меня хватит в таком темпе работы. Третьи 15 минут я работал на износ. Ну а четвертые просто терпел и молился, чтобы это время уже закончилось. Станет ли часовой заплыв новой спортивной традиции Омска, пока неизвестно. Но все участники на это рассчитывают, ведь состязание получилось необычным, интересным и позволило каждому проверить, на что он способен.